Горячая вода, вместительный зал и другие комфортные условия для тренировок. То, о чем долгие годы мечтали в команде чемпиона UFC. Хабиба Нурмагомедова сегодня наконец реализовалась. В Махачкале открыта новая школа единоборств. С места события сюжет моего коллеги Курбан Рагимова. Просторный зал, профессиональная клетка, груши и все другие необходимые снаряды. Новый спортзал Хабиба Нурмагомедова оснащен по последнему слову техники. Спорткомплекс будет носить имя отца и тренера чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова. Открытие новой школы станет для воспитанников Нурмагомедова-старшего долгожданным новосельем. Заслуженный тренер России привел к победе около 30 чемпионов мира по разным видам спорта. Добивались успеха, вспоминает Хабиб, несмотря на то, что занятия до этого проходили в школах и залах для физкультуры. Для нашей команды это очень долгожданный зал. Потому что даже ребята шутят, что хорошо, что в конце карьеры у кого-то будет горячая вода в зале. Потому что у нас никогда не было горячей воды и даже на 70 человек всегда был один душ в холодной воде. Но нам этого хватило, чтобы мы почти 30 чемпионов мира в зале вырастили. Знаете, условия, они не всегда важны. Иногда человек должен воспитывать голод, мотивацию в чем-то. А когда у тебя есть все, куда тебе стремиться? До этого занимались в 12-й школе, где Хабиб тренировался. Там маленькие маты были тоже. Здесь намного больше залов. Здесь есть все условия, чтобы оправдывать надежду тренера, становиться чемпионами. И сейчас стать как Хабиб. И как Ислам Махачев в дальнейшем пробиться в UFC. Оправдать надежду, всех надежд. Старинный ангар, расположенный в центре города, превратили в современный зал всего лишь за 10 месяцев. Строительство проходило за счет семьи Нурмагомедовых и их спонсоров. Общая площадь двухэтажного сооружения составляет 1400 квадратных метров. Тренироваться в основном зале одновременно смогут порядка 100 спортсменов. Условия. Человек должен прийти, записаться. Например, вчера родители приводили. Кто-то на борьбу хотел, кто-то на тайский бокс, кто-то на ММА хотел. По-разному бывает. У нас будут здесь тренера по всем видам спорта практически. И он придет на ресепшн, человек скажет, я хочу сына записать на тайский бокс, например, или на боевой самбо. Они ему определяют время, скажут, вот это время, вот этот тренер тренирует, люди сами будут играть. Поздравить чемпиона и его отца с открытием приехал глава республики Владимир Васильев, мэр Махачкалы Салман Дадаев, представители Минспорта и другие почетные гости. Для них была проведена экскурсия по залу, показали раздевалки, комнаты отдыха, учебные и другие помещения. В ходе открытия говорили о важности не только физического развития, но и воспитания подрастающего поколения. Я хочу поблагодарить Тома Монапова, Тома Магомедова за то, что он мне оказывает помощь, как советник. Вы вместе были в зале, и к нам подошли к мальчику, небольшому мальчику, который тренировался. И он нам что сказал? А почему не пришел в тот зал? Он говорит, что вас защищает слабо. Так сказал мальчик, помните, ребенок. Понимаете, какую огромную работу делает срок Дагестана, кроме всего прочего. Это мужик, это благородство, это достоинство, чем гордиться, ни за что уважают. Это национальный дагестанский народ, по России, и весь мир, кто имел возможность познакомиться. Нурмагомедовы уверены, универсальные бойцы, вышедшие из этих стен, пойдут по стопам своих старших товарищей. Тренировки в этом зале начнутся уже в ближайшие дни. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.